Мяу! 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 Знаете ли вы, какое существо на планете самое беззащитное? Человеческий детеныш. Мяу! Мяу! Лопы уже через час после рождения готов на слабых, пошатывающихся ножках следовать за матерью. Львенок, еще не открывший глазки, уже имеет когти и вполне сносно передвигается на вполне окрепших лапках. Даже головастик жабы, будто осознав свое предназначение, стремится проворно укрыться в водорослях от хищной рыбы. Человек же в первые минуты, часы, месяцы и даже годы своего существования не может самостоятельно защищаться от холода, голода, болезней, травм и опасностей внешнего мира. И от жестокости, и бездушия той, кому, казалось бы, могучий природный инстинкт должен диктовать. Да, случается, что антилопа теряет своего теленка в огромном стаде. Бывает и львица бросает на произвол судьбы своего котенка, но это скорее аномалия. А вот отказывающаяся от своего живого, теплого женщина сегодня, увы, реалия жизни человеческого социума. Специализированный дом ребенка Акимата города Астаны, государственное учреждение занимается воспитанием и оказанием медицинской помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. В доме ребенка находятся дети с рождения, до 4-летнего возраста. В прошлом году дому ребенка исполнилось 85 лет. Даже в самые тяжелые военные годы учреждение продолжало работать и заботиться о детях-сиротах и детях, которые остались без попечения родителей. В 2002 году по инициативе Сары Алпысовной Назарбаевой в целях профилактики сиротства и уменьшения количества брошенных детей при непосредственном участии фонда БОБЕК было открыто отделение УМЭТ на 10 детей. А с декабря 2010 года было открыто отделение «Надежда» на 12 детей для совместного пребывания матери с ребенком, находящимся на грудном вскармливании. В доме ребенка работает сплоченный и дружный коллектив врачей, воспитателей, медицинских сестер, логопедов, психологов и многих других, чей труд так нужен детям. Для всестороннего развития детей и укрепления детского здоровья функционируют бассейн, залы ЛФК, сенсорная комната, кабинет Монте-Сори, физиокабинет, музыкальный зал и другие. В процессе реабилитации детей широко используются комплексные традиционные и нетрадиционные методы лечения. В зале ЛФК имеется большое количество предметов для развития детей – батуты, сухие бассейны, сенсорные мечи, вертикализатор, беговые дорожки, аппарат Корвид, мотомеды. Задачей реабилитации является дать особенным детям возможности для физического, умственного и психологического развития, а также возможности для дальнейшей социализации каждого ребенка. Вопросы реабилитации решаются в тесной связи с различными партнерами, центрами и общественными организациями. Проводятся мероприятия, отражающие культуру, быт и традиции казахского народа, расширяющие кругозор ребенка. С 1998 года воспитание и обучение детей ведется на государственном языке. Занятия с детьми проводят опытные педагоги, используются элементы Монте-Сори педагогики. Как все живое тянется к теплу, свету и знаниям, так и наши маленькие дети любят тех, кто проявляет к ним материнскую заботу. Все дети, а особенно дети с ограниченными возможностями, очень любят занятия в сенсорной комнате – комнате психологической разгрузки, где они могут расслабиться и успокоиться. Значительная часть воспитанников дома ребенка имеет органические поражения центральной нервной системы. В последние годы подавляющее большинство детей составляют социальные сироты. Это малыши, от которых отказались родители или бросили их. Главной задачей коллектива «Дома ребенка» – сохранить малышу жизнь, реабилитировать, оздоровить ребенка, сформировать правильное социальное поведение и личность каждого, а самое главное – определить его дальнейшую судьбу, определить малыша в семью. У каждого человека есть сокровенное желание. Кто-то мечтает о новой машине, кто-то о собственном доме, для кого-то важна успешная карьера или наличие крупного счета в банке. А кому-то все эти желания кажутся такими непонятными, недостижимыми и даже смешными. Все потому, что единственное, что им действительно необходимо – человек, который сумеет подарить свое тепло, заботу и любовь, станет самым главным и единственным на свете. Ведь кто-то просто мечтает о маме. Именно семья, любящая и заботливая, способствует воспитанию здорового, счастливого ребенка. При этом наиболее предпочтительной формой устройства является усыновление. За последние три года 120 детей обрели приемную семью, 96 вернулись в биологическую семью, 43 ребенка переданы под опеку и патронат. Сегодня в стране активное время перемен. Реализуется государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Ден Саллок» на 2016-2020 годы. Дом ребенка не стоит на месте. Мы чувствуем, как необычайно остро стоит вопрос о качестве комплексной медико-педагогической помощи и социальном сопровождении детей раннего возраста, проживающих в домах ребенка. 1 февраля в торжественной атмосфере в доме ребенка открылись группы семейного типа «Конарау» и «Коршак». Группы семейного типа организованы по программе модернизации домов ребенка «Как дома». Цель программы – это улучшение качества жизни, комплексной помощи и реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, на основе новых знаний и достижений психологии детей раннего возраста. Создать атмосферу, приближенную к семье. Создана новая категория сотрудников – постоянные воспитатели, которые выполняют роль близких взрослых. Это сделано для того, чтобы сформировать у детей чувство привязанности. С 1 апреля 2018 года в учреждении открыто отделение дневного пребывания реабилитации детей с ограниченными возможностями. Дети проходят комплексную реабилитацию с участием мультидисциплинированной команды. Каждый ребенок приходит в этот мир с правом на счастье и любовь. Ответственность за счастье детей лежит на нас, на взрослых. В любом государстве, в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по каким-то причинам остались без попечения родителей. В этом случае заботу о таких детях берет на себя общество и государство. Сегодня мир вступил в 21 век, но проблема детей-сирот сохраняет свою остроту и актуальность. На Востоке говорят, если вы загадаете на год вперед, сажайте рис, если вы загадываете на сто лет, сажайте деревья, если вы загадываете на вечность, воспитывайте человека. Никакие богатства мира не стоят слезы брошенного ребенка. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok